Сегодня у нас будет весело, потому что съедобные ноты – это очень непривычное направление в парфюмерии. И еще живы те, кто помнят, что такого не было, такого разгула, этих съедобных нот. Им даже в последнее время придумали названия «гурманские». Есть еще слово попроще, называется «вкусняшка». Знаете, когда говорят «такие духи – вкусняшка». Но еще недавно, еще 30 лет назад, никто не мог представить, что духи будут пахнуть едой, а женщины будут пахнуть едой. Сейчас уже шутки насчет того, что духи с запахом борща – это лучшее, что может привлечь мужчину. Раньше бы именно как шутки отнеслись, а сейчас уже спрашивают, где купить. И я всерьез думаю, а сделать что ли? Потому что я уверена, это продастся. Хотя бы шутки ради, но продастся. Гурманскими нотами в парфюмерии традиционно называют ваниль, бобы тонко, кофе, какао, шоколад, корицу, миндаль, безе, пралинет, бисквит, карамель, вату сладкую, мед, молоко. В общем, все, что можно съесть. И даже алкоголь. По-моему, это нужно просто выделять в отдельное направление. Коньяк, шампанское, ром, красное вино, водка. В общем, весь алкоголь какой можно придумать. Некоторые тона достигаются с помощью натуральных веществ, а некоторые пришлось синтезировать. И в основном это пришлось синтезировать. Гурманские ноты именно из-за их изобилия в последние годы поделили уже на фруктово-ягодные соки. Вот то, что пахнет фруктами или ягодами. Причем цитрусовые туда не входят. Вообще никак. Потому что цитрусовые слишком давно в парфюмерии, и они уже выделены в отдельное направление. Они уже не воспринимаются как еда. Цитрусовая нота начинает почти каждый парфюм. То есть у нас уже с ними другие ассоциации. Есть кондитерские. То есть молоко, кофе, шоколад, хлебные, пряничные, коврижечные, бисквитные. Вот все туда. Условно-восточные. Вот туда перец, всякий перец, корица, гвоздик и мускат, кухонные специи, миндаль и ваниль. Хотя ваниль, строго говоря, не с Востока, а из Америки. Ваниль туда же. То есть направление восточные парфюмы так, как представляют себе европейцы. Потому что ни в одной по-настоящему восточной стране в собственные духи не положат ничего, напоминающее еду. Это еда. Никаких предпосылок, чтобы, например, чистая корица или перец стали ароматом для женщины. Сейчас появились даже овощные духи, чего еще 10 лет назад, наверное, не было бы. Мне уже просто интересно, куда можно приписать устриц. Это наше близкое будущее. Устриц, морепродукты, каких-нибудь крабов. Причем будут еще и духи крабового направления, и рыбного отдельно. Вы не смеетесь, рыбные духи я видела. Две штуки. Одни из них с легендой про любовь к рисалочке и рыбакам. То есть, такой специфический рыбный запах. А другие сделала наша выпускница. Одна из второго выпуска школы парфюмеров Лана Леонис. У нее было задание сделать то, что всех удивит. Ну, пожалуйста. Она сделала духи с названием рыбак. И это такой запах рыбного улова. Знаете, когда еще нечищенная, свежая, слегка даже бьющая хвостом рыба, грудой. Вот она так пахнет. У кого отцы и родственники рыбаки, вот, те хорошо знают этот запах. Как она сделала, я не знаю. То есть, это была ее преддипломная работа. Состав, конечно, показывала, но не весь. То есть, она там еще какие-то секреты использовала. Вот сегодня никакого востока перцев, специй и корицы у нас не будет. Я решила вот это направление убрать. Может, в другой раз, может, никогда. Итак, посмотрите, как много я принесла. Это персик. Потом будет абрикос, но он немножко другой, хотя на персик и похож. Персик у нас тут потому, что самой первой фруктовой нотой вообще в парфюмерии европейской стал персик. Духи с запахом персика нашей правой базе появились в 1919 году. Они назывались и называются сейчас мицуко-герлен. А это уже абрикос. Видите, разница какая между ними. Не говоря уж о разбере. Вот так выглядела мицуко, когда еще не началась Вторая мировая война. Такой флакончик есть и сейчас. Просто он стал пластмассовым, попроще. Вот это уже мой экземпляр мицуко из музея парфюмерии. Моя фотография. Разумеется, никакие персики не пострадали. Вообще, когда речь идет о фруктово-ягодных парфюмах, там 99% вероятности, что это синтетический компонент. Потому что вообще-то ягоды и фрукты не любят отдавать эфирные масла из самих плодов. Из дерева, пожалуйста, из цветков, пожалуйста, из листьев, но не из плодов. Вот только из виноградной косточки масло можно добыть, но она же виноградом не пахнет. Поэтому в дело идет либо кожица, либо косточка. И очень немного таких извращенцев, которые, например, будут собирать сами виноград и из его кожицы что-то добывать. Нет, я таких знаю поименно. Это некоторые натуропарфюмеры, но в фабричном варианте никогда парфюм на натуральном фруктово-виноградном сырье, например, не выйдет. Я хочу вам сейчас показать, как пахнет Митсуко. Это современное издание, но оно очень пристойное. Просто в разных версиях одни и те же духи бывают удачные и неудачными. Знаете, как пирожки у одной и той же хозяйки. Вот это удачные пирожки. Пока вы его нюхаете, расскажу немножко, чем там делается этот персикоабрикос. В старой версии еще более заметно, что это не свежие персики, абрикосы, а такие слегка подвяленные. Причем остальные тона этого аромата, это какое-то старое терпкое дерево. Как будто в старом кресле забыли эти персики, они завялились и вместе со старым креслом их унесли на чердак. И там они прожили еще какую-то долгую счастливую жизнь. Нет, не плесенью покрылись. Именно завялились. Вот когда до вас блоттер дойдет, увидите. У плесени другой запах. Чтобы сделать плесень, нужно несколько компонентов интересных в нужной пропорции смешать. Не так-то это просто сделать плесень. Так вот, чем делается у нас персик? В начале 20 века некая фирма заявила, что она разработала персиковый альдегид С-14. Вот она его продает. Во-первых, он не альдегид. А во-вторых, он не С-14. Специально объявили такое название, чтобы запутать конкурентов химиков, чтобы они не поняли, как его сделать. Вот этот персиковый компонент вообще не относится к классу альдегидов. Они наврали. Это лактон. А вот это обозначение С-14, потому что есть альдегид еще С-11, С-6 и так далее. С обозначает углерод, а цифра – количество атомов углерода в этой молекуле. И там не 14 атомов углерода в этом лактоне. То есть запутали дважды. И этот альдегид я вам не принесла. Он у нас был, по-моему, в другой теме. Это фрагмент упаковки от аромата «Фам» фирмы Марселя Роша. «Фам» означает «женщина». И вот эта женская головка – весьма узнаваемый кадр из фильма про Марию Антуанетту. А в роли Мари Антуанетты Мэй Уэст. Очень известная, наверное, самая известная и высокооплачиваемая при этом актриса 30-х годов Голливуда. Конечно, у нее не было реальной Мэй Уэст такой лебединой шеи. Это красиво нарисовано. Но вот в те времена фрукты яблока, поэт Пушкин, женщины Мэй Уэст. То есть даже Мэрилин Монрою не снилась ее популярность. Сейчас ее, конечно, забыли. Но Мэрилин Монро взяла ее образ, Мадонна взяла ее образ. То есть Мэй Уэст и до сих пор живее всех живых. И вот фрагмент этой упаковки нам сейчас расскажет о духах фам. Сам флакончик – это нижняя часть Мэй Уэст, Италия. Это был сливовый шипр авторства Эдмонда Рудницка. То есть тоже, конечно, ни одна слива не пострадала. Тем временем я вам запущу еще и абрикос. Просто отдушку профессиональную. А он не хочет капать. Все блутеры подписаны. Если на коробочке написано не просто Роша, а Марсель Роша, значит, это сделано до 60-го года. То есть до смерти самого Марселя Роша. Я захватила вам попробовать отдушку слива. Хотя, конечно, парфюмер Рудницка к этому не прибегал. Это еще один фруктово-сливовый парфюм того же автора Эдмонда Рудницки. Называется «Диорама». Диорама я вам тоже не принесла. Уж очень редкая вещь. Она есть у меня в музее. И тоже немножко. Я ее даже на экскурсии не достаю, а только если мы изучаем тему самого Эдмонда Рудницка. Это реклама духов «Диорама», которую нарисовал Рене Грио. Покажу еще одну интересную отдушку профессиональную. Называется инжир. Последние несколько лет инжир – очень модная тема. Инжир – это фига. Нам сегодня попадутся и вещества отдельные, и отдушки. Отдушка – это не вещество. Отдушка – это смесь разных веществ, разных молекул, для того, чтобы получить готовый запах, например, того же инжира. А метилантронилат – это уже вещество, которое тоже дает какой-то запах. То есть вещество может быть отдушкой само по себе. Но некоторые отдушки надо собирать из разных веществ. И хороший парфюмер со временем нарабатывает целую базу своих отдушек. Для того, чтобы не изобретать велосипед каждый раз, когда ему нужен, например, пион или ландыш. Он собрал один раз свой ландыш, поставил его зреть в ведерко, и этому ведерку ему хватит на несколько лет. А фирмы, которые разработали очень удачные отдушки, они их просто продают. То есть отдушка – это полуфабрикат. Правда, некоторые отдушки так прекрасны, что их можно выпускать как отдельные духи, просто разведя спиртом. Вот до смородины доберемся, мы в это уверуем. Сейчас я вам покажу аромат, которого у меня нет на слайдах. Его вообще нигде нет, кроме как в паре пробирочек у участников его разработки. И у меня вот в этой бутылочке. Это лабораторный опыт. Мы делали аромат в стиле 40-х годов. Он называется «Дежель». «Дежель». Коллективно придумали название. Вот теперь «Дежель». И здесь использованы как раз фруктовые отдушки, которые вы уже попробовали. Вы их там, я думаю, узнаете. То, что вы сейчас пробуете, существует в единственном экземпляре. Вот оно. Вот это направление я в целом называю арбузодынь. Потому что и арбузы, и дыни, и отдушки, в первую очередь, делают на одной и той же базе. Везде входит цикламена альдегид. Это вещество, которое в природе содержится действительно в цикламенах. Если его добавить в цветочный аромат, мы получим мокрые цветы. Мы получим ощущение влаги. То есть вещество, которое делает все парфюмерные композиции слегка мокрыми. А то и не слегка. Поэтому, разумеется, данные не арбузные парфюмы без них не обходятся. Я нанесла сюда чистый цикламен альдегид. Нафантазируйте здесь себе какой-нибудь арбуз. Персиковые ноты у нас были с 19-го года. С парфюма «Мицука». Фруктово-сливовые с 40-х годов. В послевоенное время. А все вот эти влажно-дынные арбузные жили себе приспокойно в пищевой промышленности. Потому что надо как-то отдушивать пирожные, кремы, соки. Если вы думаете, что в пакете настоящий виноградный сок, ха-ха. Там метилантронилат, сахар, лимонная кислота и так далее. Метилантронилат покажу сегодня. Он безвредный абсолютно, это пищевая отдушка. Так вот, все, что зрело себе благополучно в пищевой промышленности, а также в бытовой химии, в стиральных порошках, в одушках для автомобилей, вот это все пришло дружно в парфюмерию, пищевая чуть раньше, в 80-е годы, а из бытовой химии в 90-е. Поэтому это все недавняя история. И кто-то еще помнит времена, когда всего этого не было. Это дынька. Ее тоже делают цикламинальдегидом. Кстати, именно цикламинальдегид и озоновые отдушки подарили нам термин «свежий парфюм». Для этого от парфюма не требовалось никакой свежести. Он должен быть красивым. Он должен быть желательно сладким. Первый арбуза «Дынь» появился все-таки не в 90-е годы, а в 50-е. Его сделал парфюмер Эдмонд Рудницка. Вот здесь написано на флаконе даже имя парфюмера. Вот его сделал для жены. Именно потому что в 50-е годы никакие влажные ноты не прижились бы в массовой парфюмерии. Ее бы просто не поняли. И его жена благополучно пользовалась этим парфюмом до 2000-х годов. У него уже вырос сын, тоже парфюмер Мишеля Рудницка. Сейчас расскажу небольшую семейную историю. Сам Рудницка умер. Остался сын, его жена, лаборатория и так далее. И его сына Мишеля пригласил к себе владелец бренда Фредерик Маль. Вот там внизу мелким шрифтом написано «Фредерик Маль». Это тоже парфюмер, но он вовремя осознал, что он не станет великим. Хорошим – да. А вот так, чтобы стать великим, пожалуй, нет. И тогда он в свою фирму пригласил тех, кого он сам считал великими. Почему они к нему пошли? Он сказал, что имя ваше не будет забыто, имя ваше будет написано на коробке, на флаконе, на коробке ваша фотография, кусок биографии. То есть вы не будете безымянным работником, как вы сейчас это делаете для каких-то фабрик. Конечно, а кто не пойдет в таком случае? К тому же очень льстит, когда говорит, что я считаю тебя лучшим. Он собрал сначала 9 парфюмеров, сейчас их больше. И когда он пригласил Мишеля Рудницку, тот сказал, что у папы есть рецепт. Он его для мамы делал, рецепт остался. И он посмертно провел папин рецепт Фредерику Маллю. То есть сейчас Эдмон Трудницкая числится парфюмером этого бренда, одним из. И этот парфюм «Де Терезы», то есть «Духи для Терезы», выпускается до сих пор. Их можно попробовать, если просто захочется. Зайти в ДЛТ. Там на первом этаже очень много парфюмерных бутиков. И там есть бутик «Фредерик Маль». Просто попросите вот этот конкретный парфюм, и вам дадут попробовать. При слепом тесте все говорят, это 90-е, типичные 90-е. И тут я их поправляю. Нет, ребята, это 50-е. Это Рудницка. Вот еще один дынный парфюм. Кто-то, может быть, его узнает. Роял Далтум. Когда я искала картинки, мне по поиску сначала выдали горы фарфора. То есть фирма-то делает красивый фарфор. Но сейчас кто только духи не заказывает. Певицы, актеры, изготовители фарфора, изготовители кроссовок. А кто, по-вашему, Adidas? Были бы деньги. Заказал, и, пожалуйста, вот вам новая товарная линейка. Это многие видели хотя бы. Кто-то и носил. Тоже арбузный аромат. Делал его ученик Рудницкий Пьер Бурдон. Это тоже все узнают. Еще один хит 90-х. Я хотела принести вам фотографии подделок, но что-то случилось с поисковиками. На слово «подделка» они упорно выдают фотографии оригиналов. То есть кто-то их подучил, чтобы, видимо, прекратить продажу подделок. Потому что я видела гениальный Ле Парк Йензо, например. И как только это все не было написано, как только форма это все не было. А это уже из новых арбузодыней. Есть такой Жан-Клод Эллина. Ученик Рудницкий. Уже система, видимо. Он сейчас штатный парфюмер фирмы Эрмес. И настолько его там любят, что разрешили на деньги Эрмеса выпустить любую серию. Вот он запустил эту серию садов. У него много разных садов. Нильские сады, Средиземноморские, сад на крыше, там много чего. В том числе вот этот сад после Муссона. Вот если вы арбуз съедите, а корки выбросите не сразу. Например, просто утром уберете, а не вечером. Уже на утро. Они слегка не сладкими, а вот такими кисловатыми, да, вот застоявшимися. Вот так пахнет этот аромат. Как не выброшенные вовремя арбузные корки. Людям нравится. Так его рекламируют на французском сайте. Аквадиджи тоже многие знают. Тоже очень популярный в свое время был парфюм. Тот же самый цикламинальдегид. Это флакончики частного парфюмера Кристофера Брозиуса, американца. Я вам сейчас покажу его медовую дыню. Запомните этого человека, пожалуйста. Он первым начал делать странные ароматы. Булочка с корицей, коктейль такой, коктейль сикой, запах чая, запах грязи. Он первым в мире это придумал и стал делать. Поэтому у меня здесь написано дыня Брозиуса. Это не отдушка дыни. Хотя, конечно, он взял отдушку дыни. Он что-то еще туда добавил. И получил запах дынной корки. Не когда вы уже дыню разрезали, а когда вы еще несете ее из магазина, а от корки пахнет так, что вы уверены, что она не недозрелая, не перезрелая, а как надо. Вот такая вот простенькая бутылка с винтовой пробкой. Причем этикетка распечатана на струнном принтере и дальше маркером что-то подписано. Это концепт. Это не значит, что у него денег нет. И простенький тубус, в котором даже никакого ложемента нет. То есть бутылка там болтается. Первые духи с запахом ананаса появились в 30-е годы. Не в Советском Союзе, разумеется. Но вот именно тогда была ананасовая вспышка, а потом про них забыли. И в следующий раз ананасы всплыли только в 90-е. Аромат называется колони. И не в смысле одеколон, а в смысле колонии. Выпущен брендом Жанна Пату. Делал его парфюмер Анри Альмера. Тот, кто сделал знаменитый Джой. Имелись в виду колонии французские, какой-то юг. Дело в том, что в те времена во Франции, например, ввели обязательный отпуск. Отпуск – это недавнее достижение человечества. Обязательный рабочий отпуск. И люди стали ездить. Ведь как здорово поехать вроде на курорт, но там все говорят на вашем языке. То есть не надо учить алжирский или еще какой-то. Там тоже все говорят по-французски. То есть на курорт в собственной колонии. Вот эта тема прошла в 30-е. И духи колонь вышли на волне единой любви к ананасам. Это флакон 30-х годов. У меня в музее он есть, но я вам его сегодня не принесла. Это уже более современный выпуск после войны. И вот респект фотографу. Кто-то на ананасы поставил маленький-маленький флакончик. Это, по-моему, один миллилитр. Консерву развратил для этого. Он купил консерву, разложил аккуратно все эти кружочки, посмотрел, чтобы с них стек сок, поставил, выставил свет, все, а потом, наверное, съел. Банановые парфюмы тоже есть. И вот эта отдушка точно пришла из жевательной резинки. Вот он, банановый. У меня такого в музее нет. Не потому, что он какой-то не такой, а просто не повезло мне. Вовремя я его не поймала. Очень часто именно банановые парфюмы называют райские, тропические и так далее. Вот Адидасовский банановый парфюм. Он называется Адидас Free Emotion. Свободные эмоции. А сейчас будет, наверное, самый мой любимый дизайн бананового парфюма. Японский. У них серия вот таких игрушек. Это называется Хараюку Супер Ге. То есть супергерой. Вот это приключение Хараюки в парфюмерии. У них там есть такая, сякая. А вот тут она летит. Кто-то собирает их. То есть она надевается на крышку боком. Видите? А рядом, видимо, для красоты положили свои желтенькие клипсы. Треугольнички – это не часть флакона. Вот она почетче. Это какой-то персонаж японский. Мы его не знаем. Да здравствует интернет. Люди всех стран выкладывают фото своих туалетных столиков в Инстаграм. Поэтому мы можем посмотреть, что у них в ванной, что едят соседи по планете. Это же интересно. Хараюку. Супер Ге. Туфельки в горошек чудесные у супергероя. Манго. Манго и парфюм я вам тоже не принесла. Потому что у меня руки отваливаются уже с этой сумочки. Но вот этот флакон вы узнаете, наверное. И мне было очень любопытно узнать, что это не современный на самом деле аромат-то. То есть первый такой аромат пришелся на тот самый ананасовый бум в 30-х. Вот он, старенький. 35-й год. Это все он же. И, наконец, смородина. То есть как компонент она использовалась еще в конце 70-х, по крайней мере. Так что можно было ее там вычислить. Но вот так всерьез наступление она начала в 80-х. Началось это с очень известного аромата пуазон. Он появился в 85-м году, как раз когда женщинам надо было уже перекрикивать духами свой внешний образ. То есть огромные прически, объемная одежда, яркие цвета. И требовалось уже, простите, метить территорию духами. Потому что я такая большая, яркая, и здесь все мое. И при этом оставаться какой-то сладкой женщиной. Здесь все, что нужно. Пометка территории навеки. Сладость. И вот какая-то гармония со всем этим фиолетовым безумием того времени. То есть, да, пуазон означает яд, но сам флакон фиолетовый это слишком большая ягода смородины. И сейчас я вам покажу ее отдушку. Вот когда я на экскурсии в музей ее показываю, мне довольно часто говорят, вот это, пожалуйста, разведите спиртом и продайте мне. Духов никаких не надо. То есть, женщины теряют волю. Мужчины более сдержанно. Они просто не отдают блоттер. Но молчат. Причем чисто машинально. Так понюхал и в карман. Организм сам распорядился, что это должно жить у меня. Слушайте звуки, которые издают ваши соседи, которые нюхают. Был и такой флакон в виде браслета. Причем открывался с двух сторон. Стеклянный, хрупкий, носить невозможно. Пуазонов потом было много. И красненький гипнотик, и тендер зелененький, и перламутровый пюр пуазон, и синий миднайт. Но это все не даже не фланкеры, это принципиально разные духи, сделаны разными парфюмерами, в разное время, просто удобная такая флаконная серия пуазон, и общее название их объединяет. Преемственности в звучании искать не стоит. Сам пуазон я вам не принесла. Я думаю, что вы достаточно хорошо знаете. А кто не знает, представьте себе тазик черносмородиного варенья с легким медовым оттенком, и вас там утопили. Потому что он въедается намертво. Вот эта однушка разбавлена в 4 раза. Это еще один медово-смородиновый аромат, где преобладает смородина. Тоже, может быть, многие его помнят. Он появился в 82-м году. Лулу Кошарель. Вот этот вот голубенький гробик, на самом деле, это сильно видоизмененный флакон духов. Так часто бывает, когда флакон духов очень симпатичный, а потом не очень стараются над дизайном, и просто вытягивают, как-то искажают то, что было. Флакон духов выглядит вот так. А вот это уже парфюмерная вода. И действительно, меня спрашивают, а что это за гроб? Почему он голубой? Вот он стоит на своей подставочке с кисточкой. Вообще, если к чему-то привязываем кисточку, смело можно увеличивать цену, потому что женщины тоже видят кисточку и теряют волю, превращаются в кошек. Один раз с подругой мы купили просто кисточки, без всего. Мы не смогли их не купить. То есть я в той же лодке. Нет, они не были надушены, но они так выглядели. Нет, там кисточка была сложная, там было металлическое, вот то, откуда выходят эти ниточки, луковица, яблоко, как называется, с какой-то бисер. В общем, это было произведение искусства. И мы завизжали и купили их. Сейчас покажу, прежде чем мы закончим предварительно со смородиной, одеколон смородины. Мне его принесли перед лекцией, чтобы он поучаствовал экспонатом здесь у нас. Вот это одеколон «Новой Зари». Простенький, дешёвый. Никто от него ничего не ждёт. Но какая прелесть? То есть, да, там использованы полторы отдушки. Но отдушка сама по себе так прекрасна, что это можно наливать и в дорогой флакон. Это не будет выглядеть дешёвым в дорогом флаконе. Запах-то очень красивый. Само слово «смородина» происходит от слова «смердеть», то есть «сильно пахнуть». Смородина – это сильно пахнущая ягода. Малина к нам тоже пришла из отдушки соков. Чистый малиновый парфюм я вам, наверное, не покажу. Но зато у меня есть профессиональная парфюмерная отдушка. Называется «Фрамбуа». Фирма «Ферминих». Это 10% раствор. 100% уж очень на всех обмалинит. Вообще 100% растворами работают редко. У меня они сильные. Мне все коллеги говорят, что у меня сильные растворы 10%, иногда 50%. Они работают там 1%, 0,5%. Вот эта конкретная отдушка пахнет, конечно, не свежими ягодами, а уже каким-то вареньем. То есть эти ягоды уже с сахаром. Наверное, протертые. Клубничный запах тоже из жевательных резинок и кремов для тортиков пришел к нам. Клубнику я не переносила сегодня, но вы знаете, как она пахнет. Особенно если из йогурта. Там тоже вряд ли настоящая клубника, если нет клубничных кусочков. Знаете, как-то читала байку такую, что фирма производит соки, и, по-моему, налоговая заметила, что почему-то эта фирма покупает опилки. Такие хорошие очищенные опилки, довольно мелкие. Они спросили, зачем им объяснили, что вообще технология производства соков с мякотью вот такова. То есть опилки пропитываются вот этой отдушкой и запускаются в сок. Для человека никакого вреда абсолютно. Действительно мякоть получается просто из опилок. Вот такая очистка организма механическая. Для земляники отдельные отдушки есть. А вот сюда попали и малина, и земляника. Причем вот в этих духах нет отдушки виноград, а виноградный тон тоже присутствует. Вот эта страничка – это немножко хвастовство, потому что тут, нет, тут не написано, но вообще парфюмера Элина Арсеньева, то есть я. Текст читать необязательно, потому что тут легенда про Уральские горы. Но когда мне поставили задачу, сказали, что нужен лес, и в нем сочные лесные ягоды. Малина, земляника, черника. И я пошла искать, еще это можно сделать. У меня тогда не было отдушки малина, не был малинный кетон, который не пахнет вообще как нужно. Отдушку черника я нашла на каких-то маловаренных сайтах, посмотрела вживую и поняла, что лучше умереть. В общем, черника и малина, и клубника, и все здесь сделано какими-то извращениями, но только не этими отдушками. То есть я не помню уже, как я это сделала, но эти отдушки мне тогда не достались. Поэтому Уральские самоцветы даже наполовину натуральные. Натуральное сырье мне достать проще. Я для чего эти картинки фруктов поставила? Я же знаю, что вы в курсе, как выглядит вишня. Для того, чтобы вы посмотрели на экран, и у вас представился вкус и запах, чтобы было удобнее. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь этот выпуск. Видите надпись «Шер». Шер – это та самая певица Шер. В 87-м году она заплатила тоже одному производителю вот этот Uninhibited какой-то маленькая, мало кому известная фабрика. И они ей сделали ее персональный аромат, который она продавала. И пахло это не просто даже вишней, а вишневыми косточками, когда вот только-только вы их объели. Вот на блюдечке они горкой, еще теплые, и пахнут. Вот такой запах у этого аромата. Очень уютный, домашний. И сейчас посмотрим отдушку Шерри. Я принесла сегодня ее. Она наполовину разбавленная, потому что иначе тоже плохо. Не знаю, почувствуете ли вы или нет, но вишневый тон делается миндальным тоном. То есть запаха миндаля в вишне на самом деле много. И миндаль, и вишня делаются в парфюмерии одним способом – бензельдегидом. То есть мне продали это, конечно, как вишневая отдушка, но у меня подозрение, что это бензельдегид с той самой мякотью. Сейчас в парфюмерии существует уже и отдушка Грэнни Смит, и зеленое яблоко, и красное яблоко, и Гольден, и так далее. То есть уже на каждый сорт яблока придумывают свою отдушку. Когда-то такого не было. И отдушка называлась просто «яблоко зеленое». Еще в 80-е годы, в конце 80-х потихонечку это яблоко использовали в советской парфюмерии. Что называется, за 10 лет до того, как это стало мейнстримом. Например, были такие духи в Сирии «Цветы России», назывались «Яблоневый цвет». Вот туда это яблочко попало. В духи «Дита Пьеха» попало. В «Фуэте» попало. В «Ноктюрн» попало. Помните еще этот аромат? Стоял в магазине, может, и сейчас стоит, я не помню. Вот «Донна Карам», вот это яблочко. У них были разные яблочки. «Би» там чего-то, «Би» такой. Это «Би делишес». Будь вкусным, будь деликатесным. Вот там очень много этой отдушки яблоки. И сейчас вспомним опять нашего нью-йоркского Кристофера Брозиуса, который с дыней был. У него есть еще аромат «Сбор яблок». Так вот, он пахнет не просто яблоками, а кожурками. Как будто эти яблоки нечищенные, не разгрызенные. Вот ими забили всю машину и едете домой. У нас все-все пахнет яблоками. И использована у него вот эта конкретная отдушка. Вы еще в болгарских шампунях ее встречали в советское время. Покажу еще два аромата с этой отдушкой. Вот конкретно с этой, потому что я их делаю. Просто чтобы посмотреть, как яблоко работает в сочетании с чем-то еще. Потому что просто сделать яблоко уже неинтересно. Уже парфюмерия прошла этот этап, когда «Ой, просто яблочко здорово, необычно». Уже обычно. Уже понятно, что на это не надо ни интеллекта, ни труда. А вот чтобы помирить яблочко с чем-то еще, тут нужен не только интеллект и труд, но и большое везение. Потому что на самом деле яблочки не любят уживаться. Вот такой хороший пример этой неуживчивости. Аромат квитрачента. Я хотела сделать яблоки с кожей. То есть запах яблочного вина и каких-то кожаных вещей. И сначала получилось такое, что я подумала, что либо я сошла с ума, либо лыжи не едут. Но вообще, как я могла такое придумать? Должен быть нежный яблочный запах, плюс оттенок, как иношенный замши. А получилась яблочная брага, самогонка какая-то, спиртяга и кожа такая, что-то пьяный рыцарь мы назвали. Разнес трактир в дребезги. А через три месяца он созрел, наконец. То есть я думала его вылить, то он забыла. Потом полезла выливать, сунула нос, думала, что там вообще. И поняла, что нет. Вот он настоялся, он стал как задуманно, протрезвел, извинился. Вот так опытным путем я выяснила, что при смешивании фруктовых отдушек с натуральными животными и древесными компонентами нужно запастись терпением и ждать, пока они созреют, померятся, пока там у них выяснится, кто же альфа-самец. Потому что, нет, я знаю, что духи зреют и в первую неделю, как их сделали, лучше не открывать, иначе захочется вылить. Там происходит война миров. Но что это может происходить так долго? У меня был рекорд «Духи зрели год». Это только с опытом можно отследить, что с чем, как будет зреть. И, разумеется, этого опыта нет ни в каких книжках, потому что, во-первых, никто этим не делится, а, во-вторых, если бы делился, это быстро бы устаревало. Появляются новые компоненты, и нужно опять думать, как с ними поступать. Последнее яблочко на сегодня называется «Волынка». Нет, не в смысле тянуть волынку, а в смысле волынка как музыкальный инструмент шотландский. Каждый год шотландское консульство устраивает в гостинице «Астория» бал Святого Андрея. Это благотворительный бал. И я туда каждый год делаю какие-то ароматы, в основном парные. Один раз это были травы Шотландии и арктический конвой. В прошлом году это были арфы и волынка, потому что тема бала была какое-то народное творчество. Волынка – мужской аромат. То есть яблоко на шипровой базе. Его подарили гостям этого бала, и подарили его еще оркестру волынщиков, потому что настоящие волынщики приехали из Шотландии, играли всю ночь. И потом было очень приятно. В Фейсбуке фотограф выложил отчет с бала, и там фотография, где волынщик нюхает подаренный ему этот аромат, волынку. И я эту фотографию к себе утянула в Фейсбук и написала, что вот мой аромат и его счастливый обладатель. Этот человек нашел меня в Фейсбуке, отметился там и написал по фотографии, спасибо, действительно счастливый. Представьте, почувствуйте запах кофе. Запахи кофе тоже появились в конце 90-х, причем и как отдельная нота, и как полноправный парфюмерный компонент. Но в основном, конечно, это были кофейные отдушки. Когда я начинала размышлять над запахом кофе, что вот его сделать хочу, я как самая умная купила натуральный кофе, зерна Абсолют, дорогой, густой, вязкий, и растворяться не хочет, но я его заставила. И выяснилось, что зря я это сделала, потому что натуральный Абсолют кофе – это верхняя нота, как апельсин, он быстро улетит. То есть кофе хватит минут на 15. Но если мы возьмем отдушку, тогда будет нормальный кофейный аромат. Давайте я нанесу Абсолют кофе на блоттер, он такой черный прямо, и попрошу его передавать быстрее, чтобы задним рядам хоть что-то досталось. Он действительно быстро испаряется. Поэтому духи с натуральным ароматом кофе – это редкость. Кватраченто – да, это с яблок и с кожей. Кватраченто – это название исторического периода, эпохи Возрождения. Там Триченто, Кватраченто, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Борджи. Просто у моей сестры театр называется Кватраченто, и она просила меня как-то отразить эпоху. Я спросила, чем пахнет, она говорит, кровищей. Я говорю, нет, кровищей пахнет любая эпоха, пожалуйста, конкретнее. И она рассказала мне про великие географические открытия, про книги, про картины, про деятели эпохи. Я решила, что яблочное вино и какой-то кожаный переплет – самое то. Да, еще в эпоху Возрождения начали к фруктам относиться не как к корму для скота и крестьян, а как к чему-то достойному занять место на господском столе. Потому что до этого, господам, мясо. Вся эта брюква крестьянам. Яблоки – это паршивое что-то на дереве растет. Это не из Индии привезено. Зачем оно мне? Поэтому подагрой болели все. Если есть только мясо, то будет подагра. Сейчас покажу кофейный аромат, который на основе вот этого быстро улетающего кофе все-таки получился. Но гвоздиком его прибить не удалось. Поэтому, чтобы развлечь публику, когда основной компонент улетел, там пришлось сделать очень мощную древесную базу аж с ладаном и коньяком. Это такой спойлер компонентов, которые у нас будут чуть позже. Называется он кофе по-гречески. Уральские самоцветы я не давала. Я только показывала и хвасталась. У меня самый маленький образец, остальное все ушло туда, в эту ладонику. То есть я сделала их и отправила. Они сами уже разливают. Вот этот кофе по-гречески совершенно случайно получился полностью натуральным. То есть там только натуральные компоненты, но так вышло. Потому что я их выбираю не по натуральности или синтетике, а по тому, какие мне нужны для решения задач. Этот аромат я тоже покажу. Может быть, кто-то его помнит. Очередной ангел. Фирма Тьерри Мюглера зациклилась на своих ангелах. Она сделала уже целое ангельское воинство. Вот это был Амен. То есть так называется. А пробел Мен. То есть мужчина. А вместе Амен. Они взяли эту церковную тематику. И вот здесь на картинке не видно, но вот я покажу вид сбоку. Это половинка кофейного зерна. И он такой резиновый. То есть держишь в руках, как джойстик какой-то. И вот он уже на синтетике. Напоминаю, всех ангелов у нас делает фирма Тьерри Мюглера, модельера. Самый первый ангел я вам тоже сегодня не принесла, но он в каждом магазине стоит. Картинку увидим. Голубенький. Шоколадная тема тоже у нас пошла только в 90-е. Из какао-бобов, конечно, можно получить абсолют. И моя учитель и коллега Наталья Светлая получала его на собственной кухне. Но потом она нашла, где он продается. Да, он есть. Потом выяснилось, что натуральный абсолют какао – дикий аллерген. Вот просто какао пить нормально, а на себя наносить аллерген. Поэтому она даже больше шоколадных духов не делает. Были у нее духи, назывались шоколад, как раз на основе этого абсолюта. Но они вообще у нее… Даже из портфолио она их тщательно вытерла, чтобы не просили сделать снова. Поэтому вы тоже не просите ее сделать снова. Покройтесь пятнами. А фирма ее называется «Экопарфюм». Она с самого начала хотела делать только натуральные ароматы. Но какое-то время делала. А потом она стала преподавать в школе парфюмеров. Ей для этого пришлось поднять самой сначала тему синтетики. И она поняла, что синтетика – друг человека. Ничего от нее отказываться. Сейчас обыкновенный парфюмер, который работает с любым материалом. Вот еще один современный, довольно известный шоколадный аромат. Ревнивый шоколад Монтали. Я показываю не те, где есть нотка шоколада, а где пахнет прям шоколадкой. Или про фума сделала целых три шоколада. Просто шоколад. Шоколад Амери. И шоколад Фрей. Один из самых известных шоколадов, наверное, самых ранних, был этот японский шоколад Мат. Улетает еще быстрее, чем натуральный Абсолют Кофе. И остается невнятное ванилько синтетическое. Со слов очевидцев у меня его не было. Амор Де Какао. Зит Пацифик. Если кто-то видел в магазинах, застал, когда они у нас еще продавались, то помните, что то, что написано на банке, то и внутри. Абсолютно однозначный, без загадок бренд. Шоколадную тему завершу шоколадной отдушкой. Это одна из многих отдушек. СОС фирма. Американская. По крайней мере, это не аллергенная вещь. Хотя сейчас есть люди, у которых аллергия на все. Это молоко. Конечно, молоко тоже имеет свою отдушку. Это лактоны. Есть молочный лактон, конкретно такое вещество, молочный лактон, которым отдушивают, например, мороженое, когда хотят изобразить, что молоко там есть. Чай, молочный улун, например, им отдушивают. Очень полезная вещь. Я покажу аромат, сделанный как раз на молочной отдушке. И вслед за ней покажу еще одну отдушку, которую изображают масло. То есть, чтобы вот это непонятное что спахло маслом, и мы это купили, отдушивают диацетилом. Вот сейчас покажу все из них. И мы переходим через молоко плавно в тему печеньки. Печеньки, хлебушек, всякая выпечка. Или давайте сначала масло покажу, диацетил, а потом все остальное. Диацетил я разбавила до 1%, иначе тяжко. Иначе это утонуть в маргарине растопленном, кислым. Один раз я решила сделать запах ванильного мороженого. Подумала, будь я производителем этого мороженого, как бы я отдушивала. Я взяла диацетил и ванилин. То есть вот он, запах свежего масла. Как масло? Ну, маргарин тоже, в общем, диацетил идет туда. А вот следующий аромат называется школьный завтрак. Тоже на занятиях по странным ароматам парфюмер Анна Втюрина сказала, что она будет делать школьный завтрак. Знаете, вот этот какавчик из ведра, бутерброд с сыром, когда масло надо ложкой намазывать самому, этот кубик разводить, подостывшая каша. Знаете, молоко пригорело слегка, и вот каша с этим прогорелым молоком, все это слегка остывшее, и вот оно в комплексе стоит. Вот представьте себе, сейчас нанесу его. Так и называется. Школьный завтрак. Но в народе рисовая каша. Это пахнет детсадиком. Вот честно, как она это сделала, я не знаю. Она сделала это за 40 минут. Напишу школьный завтрак. Самое обидное, что она сделала очень много чего. Все знают, а, это та, которая школьный завтрак сделала, и покупают только его. И вот здесь и отдушка молоко, и масло, и печенье. Я не знаю, чем она делала сыр, вот этот кисленький, но он тоже что-то такое есть. Вот этот особо твердый российский. Помните, этот сыр можно было им кидаться, потому что разгрызть, с ним зубы вязнут. Ну да, теперь его недостаточно засушивают в магазине. Карамель, да, карамель, орешки. Это я вас готовлю к следующему испытанию, потому что у меня есть отдушка, которая называется морская соль. Есть аромат, который сделан с использованием этой отдушки. Сначала аромат покажу, а потом отдушку. Или наоборот, как лучше. Ладно, давайте сначала отдушка пойдет. Хоть написано, что морская соль, но пахнет она соленым печеньем. Откровенно соленым, но все-таки там есть эта кондитерская нота. А для того, чтобы получить аромат орешков, я туда добавила еще три компонента. Причем один из них лаванда. Я не знаю, почему мне пришло в голод туда ее добавить, но она была нужна. Я потом не могу объяснить, почему я сделала духи именно так. Я не помню. По залу пошло порхать слово вкусно. Это и есть эффект нашей лекции нужный. Я его добивалась. А вот сейчас покажу те самые соленые орешки в карамели. Карамель у нас изображает туанский бальзам, отдушка мускатели, она у нас будет позже, и та самая лаванда. Кажется, я изобрела отдушку для орешков вот этих, для закуси. Два часа сидим без еды, народ хочет есть, я понимаю. Напоследок я вас добью одним ароматом хорошим, и вы все побежите есть. Он самый последний будет специально. Если я покажу сейчас, вы сейчас побежите есть. Кто как? Вот я есть хочу на самом деле уже. Школьный завтрак насыщает, да? То есть его можно рекомендовать диетикам вместо. Ведро вот той каши рисовой, да, с молоком? Все нормально, мы нанюхались, пошла хорошая реакция. Нанюхаться – это как шампанского выпить. Представьте, что сейчас вот фуршет. Мы ведем себя абсолютно естественно. Вот это тот самый ангел, звездочка голубая, про который я рассказывала. Куда в свое время, в 92-м году, собрали все кондитерские отдушки своего времени, там бисквит, шоколад, кофе, карамель, мороженое. Мороженое тоже есть, такая отдушка. То есть все, что было, все там есть. Он производится до сих пор, то есть ему уже 25 лет. Представляете, это же классика. Вот именно этот парфюм нам подарил слово «вкусняшка». Потому что никакого другого слова к нему не подберешь, это оно. И с тех пор вот эти гламурные звезды, ангелы, это фирменная фишечка ароматов Тьерри Мюглера. Когда у него была даже серия не ангельская, а было пять ароматов, миррор, зеркала, все равно они были вот эти колючие-звездчатые. Ну вот, в целом концерт такой, видимо, ангелы живут в космосе. Потому что у него ангелов много, и все они немножко космические, потому что вот синее небо, комета, звезда летящая. Это все оттуда. И сейчас покажу аромат, которого у меня изображения нет, потому что это эксперимент парфюмера из Москвы, Андрея Лейника. Вот у меня пробирочка есть. Запах хлеба. Причем не просто хлеба, а называется «pain de peace». То есть хлеб со специями, такая ковришка. Я подпишу блотер «просто хлеб». На мой взгляд, это лучший хлебный парфюм в мире, несмотря на то, что подобное что-то существует и у сэжа лютанса и так далее. Вот лютансовский JDP. Он меня тоже есть, но я не принесла. Так вот, Олейниковский лучше. Больше похож. Олейников – гениальный человек. Персонаж Зюскинда, парфюмер тот самый, гряной нервный, курит в сторонке. Потому что Олейников придумал, как получать эссенцию из дыма. То есть вот, когда ладан жгут, мы чувствуем ладанный дым. Как собрать этот запах? Когда жаришь рыбу, как ты соберешь запах жареной рыбы? Он придумал, он собрал установку, которая позволяет это сделать. И он пожарил арахис, собрал, получил компонент. Пожарил семечки, собрал компоненты. Он мне привозил эти компоненты, ладан сжег, вот по правилам, воскурил, собрал, привез. У меня в музее есть эти компоненты. Арахис кончился, остались семки и ладан. Пробирочку с семечками я называю улыбатор. Потому что подсовываю всем, вот по неволе так. Потому что это только-только пожаренные семечки, вкусные, их так хочется съесть. Но он действительно съел. Безотходное производство абсолютно. Говорил, что жарил рыбу. Но я компоненты не видела. Но я в него верю. Правда, его с кухни папа гоняет. Потому что он мешает папе готовить. И вообще превратил квартиру в лабораторию. Родители не одобряют. Олейников дедушка с седой бородой. У него же его родители. Как вам хлебушек, кстати? Кто попробовал? Уважаете Олейникова, да, уже? Вот. Я передам ему. Он очень любит, когда его работы кто-то видит. А это сахарная вата. И делается она у нас таким простым веществом. Этилмальтол. Сахарная вата. Оно же сжженый сахар. Так дома кто-нибудь делал? Вот. Все делали, все растапливали сахар на ложки. Вот. То вещество, которое выделяется и попадает на внос при процессе плавления сахара. Тоже однопроцентный, потому что очень ударный. И сейчас покажу аромат, где этот этилмальтол очень интересно обыгран. Просто за 90-е годы его тоже успели заездить. Вот эта сладенькая сахарная вата, особенно если со смородиной, с ягодами. В общем, зубы в такой сладости застревают. Знаете, как риск, который не разжевать. А Сэр Шлютанс сделал вот такую вещь. Девочка на шпильках. Она же фи-дагей. Девочка на сосновых иголках. Так вот, он этот этилмальтол соединил с запахом сосновой смолы. И получилось очень интересно. То есть ощутимый хвойный лес и вот этот петушок на палочке. Запах меда тоже синтезировали еще в 70-е годы. Он прекрасно жил себе в одушках для крема, для кондитерской промышленности. И в одушках зубных паст. Вот он был там. А потом этот мед уже в конце 80-х, в 87-м, 88-м году вышел в парфюмерию. И там до сих пор и остался. Сейчас я покажу одушку мед. Которая нам знакома с 87-го года. Потому что она использована была вот здесь. Духи злата скифов. Вот это соединить со смородиной и получится неубиваемая вещь. Еще немножко добавить всего балучица пуазон. То есть главная тема пуазона это мед со смородиной. Я не знаю, кто сильнее. Это уже вариант попроще с пластиковой винтовой пробкой. Ну, я его вам тоже покажу. Правда, современный. Но не скажу, что от душки меда стало меньше. Скрытая реклама новой зари. Даже известно, кто делал злата скифов. Парфюмер Марина Степанова. Она сейчас уже умерла. Но не так давно, несколько лет назад. Вот этот аромат до сих пор стоит в магазине. Называется «Knowing», «Estee Lauder», «Знание». Тут явный намек на мед поэзии. Это медовый шипр 88-го года. В Советский Союз, уже не Советский Союз, а Россию, он попал в 90-е, в 95-м где-то. Поэтому мы можем его не относить к 80-м. Для нас это наши 90-е. Тогда же вышел «Spellbound» «Estee Lauder», по-моему, в 96-м. Потом его сняли с производства, а «Knowing» оставили. Потому что два меда в одной линейке, ну как-то странно, они друг с другом конкурируют. Но мне больше нравился «Spellbound». И, наконец, мы приходим к алкоголю. Кстати, помните про вересковый мед? Ну, Бернсовский. Ну, все знают про вересковый мед. Про то, что это был первый случай известный промышленного шпионажа, когда пытается король шотландский выведать рецепт. Так вот, что такое вересковый мед? Это же не мед, собранный пчелами с вереска. Это то, что варили они. Они собирали вереск и свою самогонку вересковую пили. То есть мед – это не только то, что сделали пчелы. Я там был, мед пиво пил. Он не ел ложками пчелиный мед. И даже слово «пчелиный мед» – значит, есть другие меды. Мед – это напиток, который такой сладкий и вкусный, что аж медовый. И напиток алкогольный. Хмельной, скажем так. Нет, там вот спирт, видимо, получался какой-то свой естественный. То есть туда его не добавляли и не настаивали ничего на спирте. И вот у нас первый алкогольный аромат в мире. Называется «Бейн де шампань». «Бейн ванна». Шампань, шампанское. Фирма называется «Корон». Просто парфюмер, который основал фирму, он даже не свою фамилию ей дал. Эрнест Дальтроф. Вот этот парфюмер был самоучка. То есть он имел свой стиль, он не следовал всеобщей моде и до всего дошел сам лет за 10. В следующем десятилетии он приобрел известность. То есть он начал в 1901, что-то получилось в 1909, в 1911 году сделал хорошо, а это 1924 год. То есть он доработался до очень качественных ароматов, до высокого уровня. К нему стали обращаться заказчики. И конкретно вот эту ванну с шампанским заказал калифорнийский миллионер, его друг сказал, «Хочу ощущать себя в ванне с шампанским». Видимо, он уже принимал ее, понял, что это не то. К тому же вылез и все. А тот «хочу все время». И тот сделал ему на заказ запах шампанского. Действительно, такое легкое игристое вино с пузырьками. Копиерасты из шампанского тут же явились и сказали, что это неправильно. Использовать их бренд для того, чтобы продвигать свой, бла-бла-бла. Поэтому сейчас этот аромат тоже производится. Он постоянно производился до 1965 года. А сейчас всплесками редкими. Он называется «Бейн де Корон». Королевская ванна Корон. «Ройл Бейн де Корон». Вот это еще старая бутылочка. «Бейн де Корон» уже так выглядит. То же самое у «Фсен Лорана». Был шампань. Видите, как пробка шампанского выглядит. Вот с этими витыми проволочками. Пришли копиерасты из шампанского. И в «Рес». Пришлось переименовывать буквально на ходу. То есть считается таким шиком у коллекционеров добыть еще вот это. С надписью «Шампань». Хотя это одно и то же абсолютно. Это действительно два аромата. Короновский и «Фсен Лорановский». Они пахнут шампанским. Узнаваемо. Чуть-чуть очаровательных сивушных масел. Сейчас я вам покажу отдушку шампанское. Причем на ней написано «Шампанское и блюд». То есть есть и другие. В магазине отдушек, как в продовольственном сейчас, огромный отдел ягодных. И я серьезно. Огромный отдел, там целый ящик будет яблочных. Выбирай любые яблоки. Выбирай оттенки. Господи. Было одно яблоко. Называлось отдушка яблоко. Мне было просто. Теперь я никакие не хочу. Я капризничаю. Мне все не нравятся. Поэтому вот у меня то старое яблоко. Я с ним работаю. Я чувствую, мне надо будет все изобрести свое. Не проще, но зато уверен точно, где это взять, что она не кончится. Что ты в любой момент себе сделаешь, сколько хочешь. Потому что действительно легче смешать, чем добыть дефицитный компонент, например, из Америки. И заказать его меньше ведра объемом. Потому что ни один большой концерн не станет вам 10 миллилитров отливать. То есть он даже разговаривать не станет на эту тему. Причем он может не разговаривать просто потому, что вы из России. Ну вот так вот. Или из Бельгии. Вот у них какие-нибудь свои такие задвиги есть. Мы работаем с теми, а с теми не работаем. Вот так странными, чохом. Поэтому мы очень ценим своих поставщиков. То есть тех, кто договорился. Я уж не знаю, какой ценой. И бог с ними пускай ставит любую наценку. А сейчас будут разные вина, ром, коньяк. И так далее. Вечер перестает быть томным. Ну что, натуральный компонент коньячное масло зеленое. Знаете, как его добывают? Мне было интересно, как это коньяк натуральный. Его что-то туда наливают. Их получает дистилляция осадка, которая образуется в дубовых бочках при настаивании винного спирта. Причем есть зеленый коньяк. Вот у меня зеленый. А есть белый. И он по-другому пахнет. Этот коньяк я использовала уже в сицилийском, в кофе я его использовала. Мне хотелось сделать слегка пьяненький кофе. Веселый. Но там его было мало. Чувствую, увидят сотрудники библиотеки видеозаписи и не пустят меня сюда больше. Скажут, она тут Орги устроила. И закуси, и выпивка, все тут. Хорошо, хорошо. Не выдайте. Дальше будет метилантронелад. Тоже красивое слово. Именно из него делают виноградный сок из темного винограда. Вместо винограда он в этих пакетах. Он разбавленный, потому что я жить хочу. И заметьте, он чуть-чуть миндальный. То есть прямо сейчас, во время лекции, я поняла, что отдушку вишни надо делать метилантронеладом с бензальдегидом. Спасибо за вдохновение. Уже немножко. Уже к закуске приближаемся через трудные алкогольные дебри. Вот той самой, после которой все есть захотят. Вот этот аромат Амбра Рус фирмы Парфюм Демпайр. Может быть, кто-то даже видел. Его привозили в Россию. Основатель бренда Антуан Картичьято, корсиканец, он историк и наездник. То есть при вопросе, как он дошел до жизни такой, он говорит, что ему интересно было иллюстрировать какие-то великие империи. И Амбра Рус – это у него третий аромат по счету. Сначала он по Наполеоне немножко сделал. про Наполеона и про Жозефину. А Амбра Рус – это представление его о России пушкинских времен. То есть гусары, какая-то бешеная скачка. И там интересная картинка рисуется нотами. Самые первые секунд пять – водка с шампанским. Вот одновременно. И водки, и шампанского – хороший запах. Потом по очереди кожа, ладан. Как-то вот играют холодные, причем кожа ладан, такой морозец. И все это заканчивается таким чаем. Чувствуется горячий, сладкий чай, прям запах заварки. И кардамонные пряники. Вот такая история. И это все последовательно раскрывается. И так, водка с шампансками, кожа ладан на морозе, потом ладана больше, в церковь зашел, значит, вышел, пошел, чай попил. Вот так. А это целый бренд, фрапен, который выпускает ароматы с запахом вина. Фрапен – это вообще-то виноделы. И они открыли парфюмерную линию, чтобы еще и так прославить собственное вино. Мы с вином еще не закончили. Сейчас покажу сицилийский виноград, то, что я сделала с метилантронилатом и коньяком. Конечно, много еще с чем, но ни один виноград не пострадал при этом. То есть виноград я делала метилантронилатом. Мускатель – это очередная душка, которая изображает вот эту мускатель. Им замечательно делать перезрелые какие-то фрукты и ягоды. То есть добавишь чуть-чуть мускателя, и оно сразу такое набрягшее, подгнившее. Именно мускатель у нас превращает морскую соль в орешки в карамели. Окончательно карамелизирует талуанский бальзам. Вообще винных ароматов в мире не так уж много. Последние лет 20 им побольше уделяют внимание, но вообще отдельные всплески. Вот это вот шампанское. Можно попасть им пересчитать, сколько раз в мире до 90-х годов пытались сделать что-то алкогольное. Не хотят женщины пахнуть, как будто они тут нетрезвы. Конечно, это не перегар, но все равно. А женщины не ждали, что они будут изображать любителей вина, а ароматы-то были по умолчанию женскими. Вот мускатель. По-моему, это уже готовые духи, а не отдушка даже. Сейчас будет, наверное, самое мощное из алкогольных компонентов этилэнантат. Я это не сразу выучила, и сейчас я читаю с этикетки. Попросту ром. То есть, когда нет денег купить нормальный ром, что делают наши бармены или кто там вот это все? Бодяжат, простите. Берем спирт люкс. Да, хороший спирт, но в него добавляем этилэнантат и продаем как ром. Следите за руками. Хорошо без опилок. Никак. Покупать ром там, где его делают изначально, на Ямайке. И по цене еще можно отличить. Нет, ничего вредного в нем тоже нет. Это пищевая отдушка. Ну просто, если вам непременно нужен натуральный ром, он не будет стоить дешево. Сейчас я объясню, почему паника. Дело в том, что я недавно должна была с ним сделать один аромат, и вот я его там накапала. Просто он постоял 5 минут открытым, без крышки. И я его убрала, все, я его не привила, не дай Боже. И два дня потом на этом торце стола у меня стоял в воздухе его запах. Ничем было не видно. Я вымыла стол, я подумала, ну капнула. Нет, он очень въедливый. А я намочила пальцы. Нет, мускатель, написано в мускатель. Виноград, это сицилийский виноград, духи, которые я сделала на коньяке и метилантронилате. Там много всего еще, но виноград изображается вот этими двумя. Сам этот сочный виноград изобелла. И, наконец, последнее, вот самое последнее, после чего будет стартовый пистолет кушать мяско. Мяско у нас сделал тот же самый американский псих, который сделал грязь, который нам тут дыню, который сделал яблоки, сбор яблок. У него еще и запах мокрой овца, а здесь свиньи. То есть он такой специфический товарищ. Нет, он абсолютно нормальный. Он прекрасно понимает, что людям это интересно. А вот эта вещь называется ростбиф. И он его уже не производит, вообще не производит. Вот у меня там какие-то жалкие остатки на дне, я чуть-чуть намочу в них блоттер и подписывать не буду, и так понятно. Я просто их намочу. На вегетарианцев не подействовать, остальные берегитесь. Я не знаю, что он Галину Бланку взял, я не знаю, как он это сделал, но пахнет жареным мясом, возможно, с картошечкой. Горяченькая муха не сидела, вот только принесли вам на тарелочке. Вообще, чтобы изобразить что-то жареное, горелое, тот же кофе, чтобы собрать из молекул, я знаю, что используются вещества пирозины. Это класс веществ, но они тоже есть от горелого, вонючего до легкого, поджаристого. Просто я знаю, что их надо класть. Ну, еще немножко за горелость отвечает этиломальтол, он же жженый сахар, правильно? Вот, но в те дебри я уже не углублялась, и, пожалуй, про пирозины я вам лучше и не расскажу. А так вот, ну, хоть и вдохновляйтесь, вот этим пахнет, мяском. И приходится констатировать, да, парфюмерия сошла с ума, и ей не стыдно. Ну, вот. Нет. Я не знаю, меньше ли станешь после этого есть, мне хочется есть больше, причем вот конкретно вот это, котлетку. Какую цель создаются пищевые запахи? Удешевление продуктов, куда добавляют пищевые дужки? Не только для удешевления, нет, они для того, чтобы продукты вкусно пахли. Потому что, если не будут добавлять глютамат натрия в еду, она не будет с таким потрясающим запахом, что захочется немедленно съесть, купить и так далее. Это завлекалочка. Это вот покрасить что-то в яркий цвет для того, чтобы мы купили. Машину сделать красной, а не черной, да? Ткань яркая нас привлекает больше, чем блеклая. Вот помните, в Советском Союзе ткани были вот иногда нехорошо пропечатаны, такие немножко унылые тона. Это зависит не от того, что художник дурак, а от того, что краситель вот такой и больше никакой. Потом мы набросились на зарубежные тряпочки ярко-розовые, фиолетовые. Вот как раз когда в Советский Союз стали поступать импортные ткани, это 80-е, все же их покупали, даже переплачивая. То же самое. Если не добавить этих отдушек, не знаю, в колбасу даже, она нам покажется невкусный. Это с ароматом, нет ничего натурального. В том-то и дело, все с ароматом. И у нас еще не так, как это, например, за рубежом. Я помню, приехала в Финляндию первый раз, это был 2001 год, и меня поразило, что не надо же, какая кофейная страна, так кофе пьют, что даже туалеты пропахли. Ну, то есть действительно, вот заходишь в финский туалет в супермаркете, например, стойкий запах кофе в воздухе. А потом я узнала, что это отдушка. Просто в Финляндии везде это отдушка кофе, в Швеции везде отдушка булочка с корицей. Ну, вот так. То есть специально распыляют, в магазинах есть специальные распылители, чтобы покупатели лучше покупали. Потому что голодный человек покупает лучше, так делают. Вы правы. Специально заманивают покупателей, чтобы продать. Да, вот прежде чем идти в магазин, надо покушать. Тогда вы не купите ничего просто так, вот, из голодных соображений. Скажите, пожалуйста, вот эти духи АМЭН, они в продаже сейчас есть, да, за другим что-нибудь? АМЭН? Или Профума, которые были, да? Да, да. Я их вот так вот недавно и не видела, но я или Профума не каждый день вижу, они не везде стоят. Зайдите в ДЛТ, там или Профума есть и посмотрите, есть ли они там. Потому что, ну, сведения, что их снимали, нету, но, может быть, их просто не завозят, их же не всегда завозят в Россию. Это итальянский бренд. А фирма что-то называют террористы? Плохо слышно? Фирма. Или Профума. Я могу демонстраться, там будет в фильме название фирмы. Извините за это мелькание. Повторение пройдено в обратном порядке. Вот, или Профума, видите? Вот он. Амэн. А, Амэн. Да. Мне позвольствуют Амэр. Амэн, это уже не производится, уже до свидания все только у меня и у коллекционеров. Амэн, это... Мне понравился. Мне тоже понравился. Я купила два флакона. У меня вот второй стоит запас, но я его не дам. Не дам. Нет, у коллекционеров еще есть. Он не был дорогим, поэтому выпустили много, и у людей стоит. Но именно у людей стоит где-то на руках, а не в магазинах. Я не думаю, что его будут перевыпускать, потому что политика у брендов сейчас такая, что новинку, 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 выпустишь старье, а в рекламу уже когда-то вложился, а еще раз его рекламировать, зачем лишние деньги? То есть, либо уж не снимать с производства, как того же ангела, вот этого голубенького, либо забыть навсегда. Горстка любителей, рыдающих, это не повод выпускать заново. Статистически мы ничтожны. Наши мои ничего не значат. Хотя, вы помните духи клема советские? И такую патологическую любовь к ним в Советском Союзе. Даже дефицит. Они не были лучшими во Франции, но вот у нас они были предметом вожделения. Вот, следите за руками. Клема перевыпустили. Наши пришли в магазины, вот уже в 2000-е годы, и сказали, фу, это что такое? И так много было фу от наших покупательниц, а в России же много народу. Сколько Франции в России вмещается? Так вот, вот этот голос дошел до производителя, до Ланкома. Что миллионы женщин недовольны. И тогда руководство фирмы стало связываться с нашими коллекционерами, с блогерами, в общем, со всеми профманьяками, как это их называют, чтобы они помогли своими консультациями восстановить старую клема. Вот был спецвыпуск, господи, 30 тысяч, что ли, за флакончик этот было. Якобы старенькая клема вот по тому рецепту. Но они вот так прогнулись и сделали такую же сторону именно российских женщин. То есть один раз в жизни имело место, что прислушались к мнению людей, которые помнят старый аромат. Больше такого, я не знаю, будет или нет. Надеяться на это не стоит. Нет, а сейчас эти клема вот перевыпущенные, красивые, правильные, может быть, остались в ДЛТ. Я говорю, тысяч 30. Может быть, надо просто ногами дойти и посмотреть, потому что выпуск был ограниченный именно на этих ненасытных женщин. С учетом того, что возмущатся все рады, как купить за 30 тысяч, так нет. А мясо это Кристофера Брозиуса. Вот тот, кто делал дыньку. Мы сегодня дыньку нюхали в таком же дурацком тубусе. у меня брозиуса. У меня брозиуса много, все разной степени необычности, но по нему я обычно делаю отдельную лекцию у себя в музее. Весь его даже мне не перенести. Нет, он еще есть у себя в Америке. В магазинах он не стоит, потому что, когда пытаются ставить его в продажу, понимают, что его не покупают. Либо надо, как фирма Диметр, отдельно открывать какой-то уголок, куда люди точно идут за странностями. А если это уголок в обычном магазине, туда люди приходят за нормальными духами. А вот это они попробуют, скажут, храни меня, Боже, и убегут. Были уже попытки поставить его, например, в сети «Парфюмер». Знаете, у нас есть в городе такая сеть. И сам владелец сети мне сказал, «Элина, я понимаю, что это классные духи, но я их никто не купил, мне их уже никто не купил, поэтому я должен был распродать весь этот запас за смешные деньги. Не моя публика, говорит, должна покупать все духи, пусть ставит кто-то другой. Очень же важно, на кого рассчитан магазин. А у хозяина магазина одна цель – денег заработать, а не то, что поставить у себя вот эти редкости. Очень часто люди, вышедшие из профманьяков, открывают магазин именно из соображений, и сейчас у меня будут такие восхитительные редкости. И понимают, что публика идет мимо. Потому что все-таки поинтересоваться одно дело, а купить для себя и носить совсем другое. Знаете, такой эксперимент был каким-то почетным клиентам, то ли кодека, то ли еще чего-то. В общем, собрали их, им фуршет, конференция, и сказали, вы знаете, вы такие вот отличные наши, лояльные клиенты, мы решили каждому подарить по фотоаппарату. Вот каждому. какого цвета фотоаппарат вы бы хотели? Напишите на бумажке. С огромным отрывом победил желтый, по-моему, оранжевый, малиновый и так далее. А фотоаппараты всех этих цветов были приготовлены. То есть надо было из вариантов выбрать какой-то один. На выходе все брали только черный. Написал, хочу желтый, взял черный. А потому что любишь желтый цвет, а носишь черный, а потому что фотоаппарат должен быть черным. Лист бумаги должен быть белым, фотоаппарат должен быть черным. Смокинг черный. А зачем нам желтый фотоаппарат? Я что, ребенок? То есть розовенький, зелененький, это детский. Причем человек может этого не осознавать. Машинально взял черный и пошел. Вот такой сюрприз. Куда они дели желтый фотоаппарат, я не знаю. Поэтому иногда на выставках, когда я прихожу со своими духами, я уже знаю, что толпиться будут вот с этого угла, потом пойдут на другой уголок и купят. Причем, проходя, они скажут, ой, это что-то совсем обыкновенное. Пороются в необыкновенном, проведут час, вернутся, купят обыкновенное. Поэтому я уже умная, у меня на выставках запас обыкновенного и две-три штуки странных. И то я знаю, что дай бог одна продастся, это познакомить публику статистически гораздо больше. Людей, которые относятся к парфюмерии именно как к украшению, к возможности себя украсить. А зачем себя украшать запахом жареного мяса? Это почти запах борща уже, вот еще недолго осталось. Но запах борща можно получить в домашних условиях, для этого не надо ничего покупать. Нет, надо свеклу, мясо, немножко повозиться, и будет у вас самый натуральный запах борща. Надо будет Олейникова попросить его дистиллировать, сделать. Хорошая идея, кстати. Космотека, Малекул, очень много магазинов. И все равно купят то, что можно носить. Потому что даже профманьяку, вот у меня много знакомых коллекционеров, у них квартиры забыты духами, при этом носить он будет какого мадемуазель Шанель или что-то еще. понятное, не пугающее людей. Вот приятное и себе, и людям. Цветочки какие-нибудь милые, зеленые листики. То есть на примере картин вот есть у Пикассо картина, такая большая бомбардировка герники. Дома кто-нибудь репродукцию хочет в спальне повесить? Вот. Вот. То же самое. Нет, может быть, интересно сделать вот такой парфюм. у меня есть запах оружейной смазки. Он на фестивале в Михайловском саду, называется Авангарденс, кстати, минутка рекламы пройдет с 9 июня по 18 Михайловский сад у Русского музея. Вот там будут представлены и ароматы, посвященные авангардистам, мой там Малевич, черный квадрат, и революционные. То есть там у кого-то Маяковский перед революцией, у меня товарищ Маузер. Товарищ Маузер пахнет таким выраженным запахом металла и оружейной смазки. Носить это невозможно. Нет, может быть, кому-то понравится, я не представляю, как он... Это действительно ты из арсенала вылез, причем конкретно из пушечного ствола ты там жил. Там вот есть дымовой, а есть, наверное, арсенальный. Вот. Но при этом как сувенир это, конечно, купят. То есть есть направление сувенирной парфюмерии, есть направление вообще парфюмерии для развлечений. Это все из той области. Когда-то любая съедобная парфюмка была тоже из этой области, но постепенно они вошли в быт. И сейчас запахом банана уже никого не удивишь, ну, пахнет девочка бананчиком, все нормально. Когда-нибудь тоже запах мокрой овечьей шерсти станет частью повседневности. Потому что обязательно сначала все удивляются, а потом это становится классикой, а потом становится бабкиной старой классикой. Морские запахи или через 10 уже начнут говорить, ой, это ретро такое. Бабульками пахнет. Бабулька это кто старше 30-ти, все, да. Знаю, одну ногу в могиле. В вашем понимании запах у Малевича красного, черного квадрата. Черного квадрата. Вообще даже что же я сделала? Такой резиновый, землистый, а потом роза. для тех, кто... У него красный есть, я белый хотела сделать, всем сказали четко. Значит, один художник, один запах, все. У нас же целая гильдия парфюмеров, все хотят. Нет, роза проявляется потом, причем она еще сильнее, чем эта земля. Роза какая? Отдушка, которую Шанель используется в их парфюмах. Буду я полуганскую класть в этой видеороликой для выставки. Как же? Нет, можно было бы положить, но при этом вот эта синтетическая роза, она в разы более стойкая, и она более сильная, и им гораздо меньше надо. То есть, конечно, я возьму вот эту фирменную Шанельевскую отдушку и положу ее, вот не совру, 200 миллилитров бутылка, три капельки маленькие, капнусь, и все будет в розе. Вот такой расход. Синтетику специально делают, чтобы она была экономичная, красивая, чтобы она была не аллергенная. А с натуральным уже так не поспоришь, оно какое есть, такое и есть. Так, все, наше время вышло. Все, начинаю собираться. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо.